И вот сейчас мы переговорим про одну простую вещь. Я очень сильно хочу кушать, потому что с утра я ем лимончик, а в обед у меня возникает жесткое стремление что-то поесть. И если честно, мы сюда не так часто появляемся. Но я знаю, что одного завтрака здесь недостаточно. Завтрак, ужин, обед, без разницы. Для того, чтобы я целый день почувствовал себя бодрым и вдохновленным. Так что давайте зайдем и покушаем. Кстати, мысль была простая. Я здесь ел и при мне неоднократно готовили пищу. Причем каждый раз были новые блюда. Причем я как-то понял, что новые блюда это конек этой фирмы. И захотелось-то покушать так, чтобы всем завидно стало. И захотелось поесть в местечке правильном, в столовой по-домашнему, на вокзальной 110. Сколько вы сейчас денег потратили? 96 рублей. 96 рублей, и это для вас вполне достаточно? Конечно. Как вы здесь кушаете? Хорошо. А по деньгам? Дешево, очень дешево. Я не могу по-другому кушать. Представляете, у меня разъезды, разъезды, разъезды. Этого мне достаточно будет. Вот сколько это все? 265 рублей. Вот 265 рублей. Это даже не 5 долларов. Поверьте мне, это всего лишь 4 доллара с небольшим. А вот тут я как-то лоханулся. Хотелось бы все это съесть, да не получилось. Конечно, можно было бы протянуть время и насытиться до весь день. Но, во-первых, время было немного. И, во-вторых, мы с такими брудами сталкивались. Но нам подавали то, что мы не имеем права рекламировать в телевизионной передаче. Так что, простите, но часть. А следующей частью я поделился с женой. Вы представляете, я сейчас это буду все вкушать. Конечно, это дорого. Это для вас дорого. Но сумма-то небольшая, представляете? 265 рублей. Это я питаюсь. Вы можете попитаться и подешевле. Вы здесь кушаете, так? Да, конечно. Как здесь кормят? Очень вкусно. Вы неоднократно сюда приезжаете, так? Да, конечно. Здесь рядышком работаем и ходим сюда регулярно. Я бы ходила, конечно, каждый вечер. Ну, можно было даже и с утра забежать. Потому что, как таковой, ну, я имею в виду, что одиноким женщинам, да? В принципе, дома готовить как? А вот забежать, ну, вот частенько со внучкой. Я на ходу ее беру с бассейна и обязательно куда-нибудь забегаем. А ваше здание нам как раз по пути. Так вот самое забавное, что я тоже посчитал. Вот у меня тоже пенсионер, да, у меня пенсия не такая же большая. Там, грубо говоря, 13 тысяч рублей. Вот. Ну, если бы я жил в гордом одиночестве, то есть я бы, наверное, питался бы и здесь. Потому что общая сумма примерно 6 тысяч рублей в течение месяца. Не такая же большая, правильно? Ну, я считаю, что даже, наверное, это доступная. Доступная? Доступная, да. И поэтому я бы не готовила дома. Я бы лучше забежала. Тем более я люблю паровое, макарончики и особенно жиденькое что-нибудь. Так, поэтому для меня это устраивает. И вот мы начнем. Я специально сделал... Ну, вот так бы я бы попитался нормально. То есть представьте себе, что вот это большое количество пищи вкуснейшей. Вы себе можете здесь купить. Я здесь ничего раньше не кушал. Ну, за исключением вот фасоли я ел. Но она была немножко другая фасоль. Это припущенная. Вот. Начнем мы, естественно, с винегрета. Вот. Я сделаю все побыстрее. Потому что потом я все это сделаю, покушаю. Вот. И потом уже вы поймете, как я это все делаю. Вот. Винегрет. Когда вы найдете ту же штуку, которую вы можете дома приготовить? Я тоже готовлю дома винегрета. Вот. Первоначально вы их кушаете. Но, как правило, винегрет, который мы готовим, потом остается. Вот. И на второй день аромат уже не тот. Вот здесь вы приходите, и только для вас. И специально для вас готовят винегрет. Он ароматный, вкусный и обалдительный. У нас это ждет оливье. Вот. Я прекрасно знаю, что такое оливье. То самое. Которое ценилось-то у нас. Конечно, это не то. Понятное дело. Само с ним в салате не дарили это, что 15 было. Соус ворчестер я себе уже купил. Но все остальное не получается. Но, тем не менее, то, что во всем мире говорится русский салат, а у нас называется оливье, здесь есть. И мы потихонечку будем и это пробовать. Ммм. Я, конечно, понимаю, что и оливье мы питаемся. Но, опять же, говорю в очередной раз. Представляете? Часть вы только съели, остальное на следующий день. Не проще ли сюда прийти, взять себе замечательный, исключительно ваш, ароматный салатик. По цене весьма недорогой. 35 рублей. Теперь то, что мы дома делаем, без чего я есть ничего не могу. Надо. Это свеколка с чесноком. А вот, кстати, мы без чеснока его делаем. Мы туда добавляем соленый огурец. Вот. И, естественно, сюда добавляется чесночок. Такой не пробовал, честно. Вот с соленым огурцом ел. А чтобы с чесноком, да с соленым огурцом ни разу не ел. Тоже, кстати, блюдо недорогое. То есть, если вы совсем все хотите делать, то, в принципе, вот эти два блюда это из разряда постных. То есть, получается... Винегрет. Да, вот винегрет, джина мне говорит. И вот эта штука. Обалденительно. Я опять же не пробовал. Вообще, надо понимать, что... Эти пробовал, эти... Это вообще не пробовал. То есть, сюда приезжаете и начинаете пробовать то, что вы дома готовите. Но, еще раз говорю, дома все-таки не так вкусно и не так часто вы это можете покушать. Ну, так вот. Ну, так вот. Я убрал блюдо, потому что здесь очень много людей. Представляете, да? Вот. И мы решили попробовать, что такое борщ. Честно, у меня супруга очень хорошо борщи готовит. Ну, чтобы так борщ готовить, это круто. Потому что в этот борщ вложена еще и фасолька. Вот она. Ну, естественно, миско. И сам аромат-то какой. Но самая прелесть-то в чем? Свежая зелень. А тут действительно свежая. То, что я вам говорил, сумма была 250 рублей. Поверьте мне, эту сумму одному не съесть, поверьте мне. Вот. И я поделился со своей супругой. Вот. Потому что, чтобы вам нормально покушать, здесь и 150 рублей хватит. Ну, нормально покушать. Хотя люди сюда приходят, берут целиком вот такой борщ, стоит он 45 рублей, насыщаются, вытирает свой пузо, и говорят, аж спасибо большое. А теперь, помнится, было такое время, мы в другом месте, на Московской 5, в свое-то время, когда там еще было кафе настоящее, ели замечательный бифштекс под яйцом. Давайте ее попробуем. Ммм. Ммм. Я не знаю, как это делается, но это делается супер. Берется бифштекс, и сверху на него кладется замечательное яичко. Вот. И мы его потихонечку, вот, буквально вот так вот сделаем. Ммм. 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 Это было супер. потому что, потому что, потому что, что я вам показывал, бифштекс под яйцом, да еще и вместе ммм, с фасолью, съела моя супруга. Ммм. Я чуть позже сюда пришел и заказал себе еще. Дело в чем заключается. Вот. В реальности сюда можно приходить и кушать. Сумма абсолютно небольшая. Вот. Даже если вы кушаете замечательные макароны, макаронные изделия, оно не просто супер. Оно индивидуально приготовленное. И здесь макароны не прилипают друг к другу. Что бы я сказал другим, у которых макароны прилипают друг к другу. Ммм. Поэтому, господа, за весьма скромную сумму вкуснее место вам они найти. Ну-ну. Я хотел, но не получилось. И такое часто случается с теми, кто, повидав ценники всякие, попробует съесть на многое. Не получится. Нормальные порции, нормальный вкус. Точнее, вкуснейшее послевкусие, которое вам дает пока только одно место, в котором нет сногсшибательной цены. И вы каждый день можете поесть нормальную и правильную пищу. Здесь, на вокзальной 110, в столовой по-домашнему. И где я нахожусь? Я нахожусь в столовой по-домашнему. Рефект Фори. На вокзальной 110. И всем рекомендую сюда прийти, потому что вы, можете нормально поесть. Не только поесть, можно просто отдохнуть. Я всю жизнь говорил, что почему рестораны, рестораны, рестораны. По сути, рестораны во всем мире это то, то, что у нас и кафе, и столовые, и бары. То есть, во всем мире это рестораны. То есть, место, где вы можете отдохнуть. Так что, почему вам не прийти сюда и не отдохнуть спокойненько, и не покушать вкуснейшую пищу, аль? Аль? Ваше.